всем привет сегодня с вами рассмотрим новую тему именно кортежи который называется кортежи это такие же списки только неизменяемые как объявить кортеж да очень просто точно также объявляем кортеж я вот и пишу конст лист конст кортеже бьется с помощью скобок либо с помощью вот такого вот такой функции тапов сейчас рассмотрим оба варианта сначала рассмотрим вот этот первый вариант через скобочки для сравнения объявлю еще одну переменную в которой забью нам уже знакомый список лист и скопирую все значения из листа в лист конст сейчас выведем оба списка так потом вводим лист конст вот видите они у нас вывелись примерно одинаково только нам print функция print подсказала то что в консоли то что это конкретно кортеж разница в них круглых скобках квадратных но это не все вот список кортеж его нельзя изменять если мы попробуем допустим по индексу обратиться к кому-то элементу и присвоить ему другое значение у нас вы выпадет ошибка видите скрипт сразу завершает с ошибкой это очень полезно когда вам нужно допустим взять объявить к примеру список каких-то констант неизменяемых значений и вы хотите защитить дальнейшем свои скрипты какие-то большие когда будьте изменять там что-то от изменения чтобы у вас сразу допустим скрипт завершался и вы понимали что что-то вы не так сделали также еще одна очень полезная особенность кортежа который отличает этот то что он меньше занимает памяти сейчас вам продемонстрирую возьмем заново выведем оба этих списка и посмотрим сколько кто размер какой размер занимает для этого используется специальный метод который показывает размер size of он как и в других языках пример называется везде size of вот видите первый у нас кортеж занимает 64 памяти обычный список с теми же набором значений занимает нас 104 памяти соответственно гораздо больше это очень полезно высокопроизводительных программах когда делают сейчас рассмотрим еще одну одну особенность еще одну особенность как объявляется у нас кортежа это можно в принципе я сотру себя и попробуем взять и объявить кортеж с одним элементом и вывести его так вводим о победе у нас вывелась с к это у нас просто строка эта особенность пойти на то что грубо говоря в скобках мы передам просто значение он интерпретирует как просто строку чтобы нас создать кортеж с одним значением скобках они имя они строку нужно поставить запятую в конце и все у нас создается теперь именно кортеж с одним значением зачем же нам использовать функцию тапом сейчас вам расскажу так создим список 2 пусть будет лист конст 2 тапа у нас принимает и тарируемый объект видите у меня подсказочка кстати выскакивает допустим напишем привет такое просто слово и выведем его тапа автоматически разобьет наши тарируемый объект строка это является и тарируем так сказать объектом которая по умолчанию вводится как текст и выведем его видите у нас автоматически разбился на список элементов кортеж через метод то пол также хочу подчеркнуть то что к этому списку кортежу можно поменять абсолютно все те же методы что и к обычному in списку к примеру возьмем и выведем список элементов который ай к примеру тут еще добавим парочку аев чтобы у нас получилось ты число ведь у нас ты число к примеру добавим еще в и попробуем в найти вот два у нас в и выводится также мы можем получить количество элементов всех для этого используем функцию лен вот девять у нас элементов и также остальные другие тут главное правило то что можно принять абсолютно те же функции методы то что и к обычному списку кортежу просто нельзя изменять который не изменять значение вот так вот на этом сегодня все надеюсь урок вам был полезен спасибо за внимание подписывайтесь до скорых встреч